МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Мы начинаем передачу с представлений. Я хочу представить своих гостей. Это Елена Анатольевна Яколина. Я правильно говорю? Совершенно верно. Я директор Южного регионального управления Приватбанка. Приватбанка, вы понимаете. И Вадим Александрович Саморуков, руководитель направления по кредитованию. Красивая такая должность. Руководитель направления по кредитованию. К вам мы позже обратимся. А я начну вот с какого вопроса. Во-первых, банкиры не частые гости на региональных телеканалах, вы знаете. На еще центральных они иногда появляются. Но, как правило, в тот момент, когда нужно пропиариться. То есть, в политических каких-то программах. В экономических программах я редко видел представителей высшего руководства банка. Вы являетесь руководителем крупнейшего, южного, прямо скажем, направления, крупнейшего банка Украины. И в то же время вы не публичный человек. Почему вы не появляетесь на телевидении? Я хочу вас сначала поблагодарить, Игорь Николаевич, за то, что... Уже закончили, дальше пошли. Вы пригласили. Нет, это правда. Я хочу отметить то, что в вашем вопросе есть же ответы. Пиариться, ну, конкретно мне незачем. Те клиенты, которые знают, которые работают с нами, они работают, они верны нам, и они благодарны нам. Благодарность, в чем это выражается? Прежде всего, в расширении сотрудничества. С некоторыми из уважаемых людей Одессы мы начинали как обслуживание физлица и далее полностью корпорации переходили к нам. Потому что вы тоже замечательно заметили, простите за цитологию, о том, что мы крупнейший банк. На сегодня мы лидер банковской системы Украины. Мы обслуживаем более 50% физических лиц. 42% у нас зарплатные карты со всех зарабатывающих. Очень большая доля у нас, согласно данным GFK, у нас 70% предпринимателей на сегодня обслуживается. Но боль Украины в том, что в бизнесе Украины предпринимательство составляет всего лишь 15%. Для сравнения, там, Япония, Америка, это 62-63% соответственно. И мы однозначно могли бы быть еще крупнее, еще сильнее, если бы доля предпринимателей, предпринимательства в целом у нас в Украине развивалась более интенсивно. И были все основания, все платформы, и экономические, и загадательные, для того, чтобы предпринимателю нашему жилось лучше и краше. Вы совершенно верно отметили о том, что нам не нужен пиар. И вашу передачу... Но деньги любят тишину, это все знают. Да, совершенно верно. Вашу уважаемую передачу мы пришли именно с той целью, чтобы рассказать немножко о новациях, о том, чем сегодня банк живет, и, возможно, о чем не всегда знают наши уважаемые клиенты. Потому что есть очень много программ для физических лиц, индивидуальных клиентов и для корпоративных клиентов. Мы сегодня очень активно развиваем свою сеть. В этом есть необходимость? Ну, да, есть необходимость. Вы знаете, вы ведь, когда начало трясти Приватбанк, простите, ну, с изменением учредителей, да, когда Игорь Валерьевич Коломойский как бы отказывался или не отказывался, уходил из учредителей, государство заходило со своими чиновниками, понятно. Конечно, это для державы было очень опасно. Было очень опасное время. Народ очень волновался, действительно. И это... Все понимали, что это не может случиться, потому что тогда рухнет Украина. Просто вся финансовая система Украины просто рухнет. Мы прекрасно все понимали, что что-то все-таки придумают, что-то сделают. Но при этом, при всем, трясло, действительно трясло. Сейчас банк в очень хорошем состоянии. Он замечательно существует. Даже при 15% бизнеса, который в нем участвует, там, мелкого и среднего. А вы продолжаете наращивать какие-то новые направления, новые идеи и так далее, и тому подобное. Цель этого еще более укрепиться или расширить свои возможности, которые у вас так же широки. 50% всего, что существует в Украине, это ваши проценты. Да, совершенно верно. Цель, скорее всего, конечно же, определить собственник. На сегодня это государство, министерство финансов. И мы лишь исполняем ту стратегию, которую принимают эти уважаемые финансовые институты и владельцы банка. Я не совсем уверена в том, что нам необходимо сильно расширяться, потому что Украина не безразмерна. И тот сегмент, который мы занимаем, сейчас в большей степени лучше углубится и больше заработает над качеством обслуживания, для того, чтобы иметь от наших клиентов больше обратной связи в виде большего количества потребляемых услуг. Я бы хотела сказать о другом. О том, что мы, вот и Вадим Александрович будет сегодня рассказывать, мы хотим сейчас выделить определенные сегменты среди наших клиентов, конкретно предпринимателей, для которых считает и городская власть, и областная власть более приоритетное развитие. То есть именно для них создать, понимая, что от этого, возможно, зависит и дальнейшее развитие предпринимательства в нашей области. Вадим вот расскажет о том, что выделены основные... Пускай он сам расскажет. Да, пожалуйста, Вадим. Можно? Конечно, он в этом больше специализирует. Смотрите, в этом году в обл. администрации работала программа, согласно которой они выделили 4 сегмента клиентов, по которым они будут компенсировать часть процентной ставки. То есть они выделили на сейчас это производство, это альтернативная энергетика, это транспорт и это туризм. То есть когда клиент приходит, к примеру, в Приватбанк, он оформляет у нас кредит, он подает минимум пакета документов в обл. администрации. То есть всего это 5 документов, но по сути, по времени сбора это занимает 15-20 минут. То есть, получив кредит у нас, предоставив эти 5 документов, есть возможность получить компенсацию 10% пунктов от ставки. То есть один из продуктов, который на сегодняшний момент мы продвигаем, это программа Куб, Краина успешного бизнеса. То есть с ней мы стартовали очень успешно 1 апреля 2016 года. Кстати, очень знаменательная дата для Одессы. Немного, не мало, на сейчас... На всех отношениях знаменательных. Немного, не мало, на текущую дату за этот год мы выдали уже 1200 проектов по Одесской области. То есть это внушительные цифры, это порядка 110 миллионов. То есть это те предприниматели, это тот малый и средний бизнес, которым мы помогли где-то развить, допустим, какое-то новое направление, где-то увеличить свои объемы. Ну, допустим, у меня один из постоянных клиентов, это предприниматель Душка. Может, видели, может, слышали. То есть начинали с небольших кредитов, то есть сейчас они уже работают как бы по полной программе финансирования. Но весь мир работает с кредитом, это правильно. Вот так. Эти проекты, чем они интересны? То есть, по сути, это кредит для предпринимателя на 12 месяцев. В сумме от 50 до 500 тысяч гривен. Под ставку 2% в месяц. Он идет без залога. Он идет без каких-либо доп. страховок. То есть, чистая ставка, которую предприниматель получает в течение одного-трех дней и в течение года равными частями погашает. Если его бизнес еще подпадает под одну из этих четырех категорий обладминистрации, то кредит для него, по факту, будет по 14 годовых. Ну, на сегодняшний момент это круто. Что это за... 14 годовых, это примерно от 24% это больше половины. 10% пунктов они получают. Получают. Да. То есть, основные категории все-таки на сегодняшний момент в Одесской области, кто будет с данной программой... Нет, зрители наши понимали, что это кредит. Это проценты по кредиту... Это проценты, да. ...погашаются. Это не сам кредит, это не тело кредита. Это сокращаются расходы на банках. Я с вами стану большим финансистом. Я тоже, да. То есть, ставка 24 идет, но они получают компенсацию 10% пунктов. Как технически это происходит? Когда они выиграли у обл. администрации свой проект, они погашают полностью ежемесячный платеж в банк, и раз в месяц обл. администрация проводит им компенсацию. Еще раз повторюсь о категориях, какие подпадают по данную программу. То есть, первое, это производство чего-либо. Второе, это альтернативная энергетика. Это транспорт, это туризм. То есть, самое главное, чтобы это было... Что значит туризм? Это организация туризма? Нет, это сфера бизнеса. А, сфера бизнеса. То есть, вы предприниматель... То есть, вы не человеку, который хочет поехать... Нет, нет. Вы предприниматель, который хочет создать новый офис. Новый офис. Да, вот там есть один, допустим, в Одессе, он решил развиваться в Вилково, или в Измиле, грубо говоря. Ему нужна, наверное, сумма, открыть офис, рекламу, нанять работников. Да, экскурсионную фирму, или что-нибудь. Ну, грубо говоря, там, или транспорт для перевозка туристов. То есть, цели, ну, в принципе, они большие. И что касается, допустим, нас, вот в этом году мы в обу администрацию подали, по-моему, пять клиентов, но под те цели, которые выделили они, у нас выиграло три клиента. То есть, эти клиенты уже получают компенсацию. Это вы подаете кандидатуру? Ну, мы клиентам рассказываем об этой программе. Если его цель кредита подпадает под программу обу администрации, мы рассказываем, что это есть, и вы можете получить дополнительную работу. Мы направляем этого клиента в конкретный кабинет обу администрации. Обратной связи у вас такой нет, когда обу администрации присылают. Она говорит, да, и тогда она нам возмещает, мы ей показываем. Она делает компенсацию. Для любого клиента-предпринимателя, по сути, компенсация – это плюшка. То есть, он приходит не специально, чтобы получить тот год, он приходит для кредита, потому что ему надо развиваться. Ну, понятно. А тут мы еще рассказываем, что есть такая плюшка в виде 10% пунктов компенсации. То есть, любым. То есть, это круто на самом деле. На сейчас, вот я прикидывал, к концу этого года по трем клиентам, как компенсация составит порядка 45 тысяч гривен. То есть, учитывая то, что программа только стартанула, в следующий год мы ожидаем как бы бум этой программы. Ну, понятно, потому что 45 тысяч – это капля. Капля в море. Это начало. И в бюджете было запланировано полтора миллиона. Мы думали, что эта программа стартует и будет более эффективно развиваться. Но программа может распространяться и может действовать только при условии ее большого публичного работы. Вот, совершенно верно. Поэтому мы к вам пришли. Да, да. Для того, чтобы… Теперь понятно, что… Цели, цели и задачи. Теперь я понял, кем я служу орудием для того, чтобы передать вам вот эти все вещи. Преимущества для вас, уважаемые предприниматели. Идеи, хотя, действительно, наверное, этим надо пользоваться и можно пользоваться. И не пускай не смущает то, что в этом участвует власть. Да? Власть у нас всегда вызывает некое такое… Вот, вот поэтому мы хотим об этом рассказать, о том, что это правда работает. И те клиенты, о которых вот Вадим рассказывал, это правда доставляет особое удовольствие. Когда из маленького лотка, где-то она стояла, ну, где-то торговала, сейчас это несколько офисов, несколько магазинов, она гасит что-то досрочно и снова вступает в новую кредитную историю. Но это правда доставляет удовольствие, когда вот так вот все происходит. Это доставляет удовольствие и вам. Конечно же, потому что мы растем вместе с нашими клиентами. Это все логично. Вот то, что я вам сказала. Сейчас мы больше вглубь, чем шире идем. И когда мы предоставляем качественный банковский сервис, достойный, и клиенты еще экономят на этом банковском сервисе в виде компенсации, то это очень… А здесь это лучше всего работает. У нас есть такое понятие, как сарафанное радио. Если одному понравилось, 100% он своим всем знакомым расскажет. Те расскажут другим, ну, то есть, и это пойдет. Одному выдали, а дальше по рекомендации они будут обращаться по-настоящему. Конечно, сарафанное радио – это мощнейшее средство. В Одессе это лучше всего работа. Да, массовая информация, это правда. Елена Анатольевна, это мы говорим о бизнесе, о малом, среднем и так далее. А что простому обывателю вы предлагаете? Простому обывателю, физическому лицу и уважаемому… Это вы красиво называете физическое лицо, я говорю… Уважаемому индивидуальному клиенту, я продолжу, мы предлагаем сегодня все. Все это значит, во-первых, это в зависимости от вашего возраста. Если вы молодой человек от 6 до 17 лет, мы вам предлагаем юниор-банк. То есть, вот ваши дети, ваши внуки приходят к нам в банк, и я рассказываю в виде квеста, в виде определенных уроков финансовой грамотности, я рассказываю, что такое банк. И если, например, у вас есть мечта, условно говоря, велосипед, как нам до этой мечты добраться, то есть строим конкретный бизнес-план. Я их вожу в хранилище, я показываю, как устроен банкомат, как работает карточка. Они становятся владельцами. И они ходят действительно? Вы знаете, у нас в неделю по 5-6 групп. Это, между прочим, гениальная идея. Я в своей не молодости уже, это не молодость была. Вы знаете, как устроен банкомат? Нет. Вот видите, а они знают. Я думал как раз о том, что вот как раз детского банка, вот такого, явно не хватало, ну это в давние времена, явно не хватало во всех отношениях. И в отношении действия даже какого-то, да, воспитательного, да. И в отношении познавательности. Потому что это действительно познавательность. Я правда говорю о том, что те книги по банковскому делу, которые написаны еще в прошлом веке, 20 веке, они же совершенно не соответствуют. И действительно, кроме там канонов баланса, они не соответствуют ни там технологии обслуживания, карт, счетов и так далее. А вот следующий уровень по возрасту, это вот ваши соседи, недавно у нас там был урок, и тоже руководители, ну, академии, которые возле вас рядом находятся, они не знают, что такое банковское дело современное. Мы пришли, им рассказали, показали о том, что студенческая карта, она может быть и пропуском, она может иметь доступ там в смартфоне, он может видеть, что там преподаватель заболел, лекция поменялась, такая-то на такую-то. Здесь возможен дополнительный урок и так далее. Ну, то есть, это все очень расширяет. И студенческая карта, она превращается и в студенческий билет, и просто входом во всю систему ВУЗа, там, информационную. Вот как озвучить всем там, всему потоку о том, что какие-то изменения произошли, либо необходимо какой-то вопрос решить и так далее. Следующий, это вот работоспособное население, физические, индивидуальные лица. Это зарплатные проекты, прежде всего, конечно же. То есть, зарплатная карта, к ней весь сервис. Это и кредитная карта, и копилка, которая учит экономить и собирать деньги. Большим плюсом, я считаю, большой гордостью моей является система Privat24, в которой вы сегодня с помощью своего смартфона, компьютера, ноутбука, планшета, вы можете там сделать все. Вы можете перечислить, зачислить все регулярные свои платежи по коммунальным. Это правда. Мы являемся, мы являемся, работаем генераторами всех массовых платежей. Да, я ночью платил. Мне нужно было срочно перенести платеж, и я ночью платил. Вот, депозит вы можете... Хотя не верил в то, что это случится, но случилось. Вы знаете, у меня очень интересный опыт работы, например, с бухгалтерами крупных предприятий, когда они зарплатный проект могут зачислить в 5 минут первого, в Новый год. И вот по 100 гривен, условно говоря, все сотрудники корпорации получают премию. И за кого, вы думаете, будет второй бокал шампанского? Конечно, за директора и за всю корпорацию. Но это правда. Человеческий фактор максимум убран из наших технологий. Если бухгалтер со своего смартфона нажмет «Ведомость» и деньги зачислятся, то они зачислятся без участия того, что программисты где-то что-то тоже отмечают. Нет, этого ничего не происходит. И это очень замечательно, это очень радует. Далее, в Privat24 вы можете купить билет авиа- либо железнодорожный. И при этом, когда вы приходите в железнодорожную кассу, отстояв в нашем вокзале или где-то определенное количество людей в очереди, вам предложат сначала боковые места возле туалета и так далее. А так вы входите, и в своем планшете вы видите весь вагон, и вы выбираете там седьмое место, какое-то купе и так далее. Ну то есть то, что вы захотите, именно вы. Тоже с карты быстро оплатите и все. Страховки, любые культурные мероприятия, все это есть в нашей системе. Ну это правда очень удобно. Второй момент, это... Это уже третий. Да, совершенно верно. Третий момент, то есть я взяла, если дети среднего возраста и постарше, это уважаемые пенсионеры. Вы знаете, мы являемся, как уже говорили, 50% карт, это карты наши только, 88 банков. И нас, платежная система Visa и MasterCard, они воспринимают как основного партнера на рынке Украины. И для них очень много маркетинговых акций проходит. То есть вот я регулярно вручаю на три месяца вторую пенсию. То есть происходит определенный случайно, пенсионеры приезжают ко мне из Балты, либо из Подольска. И я вручаю вот этот, так приятно, сертификат. Ну просто, чтобы посмотреть человеку в глаза, он может и не приезжать. Это призовые такие. Да, они просто получают пенсию и в этих рекламных акциях участвуют. Они получают дополнительно вторую пенсию три месяца подряд. Вот недавно у нас выиграл пенсионер планшет. Когда я езжу по районам, по отделениям, и есть определенные иллюзии о том, что пенсионеры не справляются с большими и сложными банковскими технологиями. Обязательно в каждом отделении, будь я там, то в Сарате, то в Тарбунарах, то в Тарутина, возле терминала стоит пенсионер. Это чаще всего женщина, ну в смысле пенсионного возраста. Я не могу ее назвать там пожилой, либо старенькой. Которая расскажет, как получить пенсию, как заплатить за вот это. То есть на терминале, во всех кнопочках, как пополнить телефон, она расскажет всем своим подружкам, обучит и так далее. Это очень приятно. Поэтому для нас вот интересны совершенно все возраста, все направления. Предлагаю. Предлагаем сегодня все. На сегодня мы лидеры по Одессе и Одесской области по привлечению средств. Мы очень благодарны нашим клиентам, которые размещают у нас депозиты, держат деньги на своих расчетных счетах у нас в банке. Мы лидеры по этому показателю. Это могут подтвердить все рейтинги Насбанка по Одессе и Одесской области. Но это безоговорочно, это же все знают. Сегодня мы стали, это вот фактически где-то полгода, мы стали лидером среди обслуживания пенсионеров. Конкурировали очень долго с Ащакбанком, но тоже пенсионер голосует благодаря и акциям, и инфраструктуре, и сотрудникам, я надеюсь. Потому что сотрудники моей команды, это отдельная очень большая тема. Вот, за которой я горжусь. А сколько у вас людей работает? В Одессе и Одесской области порядка тысячи человек, но я вам тоже буду благодарна, если вы донесете эту информацию до уважаемых наших зрителей, о том, что мы расширяемся, и сотрудники нам однозначно нужны. И я с радостью, я откровенно это говорю, мой офис находится на Успенской 22А в Одессе, прямо напротив моей двери направление трудовые ресурсы. И мы с радостью, правда, приглашаем. Нам нужны все сегодня, потому что вот сейчас у нас несколько будет договоров с крупными сетевыми, ну с новой почтой и так далее. Нам нужны от инкассатора, то есть это молодые ребята, которые, возможно, вернулись из-за того, кто-то закончил вуз и кто-то хочет работать. То есть нам нужны инкассаторы, нам нужны кассиры, нам нужны клиент-менеджеры, нам нужны специалисты по обслуживанию клиентов, менеджеры по корпоративным клиентам. Правда, нам все нужны сегодня. Вот, и мы с радостью, самая достойная зарплата. Приватбанк регулярно получает все номинации по работодателю Украины, то есть очень хорошие зарплаты. Как бы там ни было, сегодня средняя зарплата больше 10 тысяч гривен, но это фиксированный тариф. А далее вы можете зарабатывать, то есть вот вы как клиент... Я собираюсь к вам пойти работать. Давайте. Вы как клиент, вернее, я вас привлекла вот сейчас на получение ипотечного кредита, я сразу же получила себе бонус, там, 2 тысячи гривен и так далее. То есть мы заинтересованы не в том, чтобы просто человек приходил и как-то делал свою работу, потому что как-то однозначно не получится. После каждого обслуживания происходит опрос клиента, как вам понравилось ли, как вас обслужили. Если сотрудник получает там какие-то негативные оценки, а негативные оценки это уже 4, не только там, должно быть 5 и 5 с плюсом, это хорошо. А 4 мы сначала обучаем, потом мы берем там на контроль. Далее мы, если сотрудник не хочет и не может работать с клиентом, если клиент все равно недоволен, как его обслужили, то мы, к сожалению, прощаемся. Это называется у нас банки... Но вы не производите впечатление жесткого человека, но при этом при всем вам приходится. Это я выкаплю. Понятно. Я достаточно жесткий человек, и я иногда мою доброту, это не мой имидж, иногда я понимаю, почему-то, может быть, вы мне ответите, Игорь Николаевич, на этот вопрос, почему люди очень часто принимают хорошее отношение, нежелание летать на метле и кричать, как слабость. И вот я когда чувствую, вот я один раз сказал, кто-то не услышал, другой, тогда уже нужно, я понимаю, что, ну, как-то иначе. Это нормально. И тогда человек воспринимает, а почему? Нормально. А почему так? Нормально. Судя по всему, нормально. И в моей жизни это тоже постоянно случается. Это связано с уровнем культуры, к сожалению. К сожалению, уровень культуры не позволяет сегодня пойти на чисто человеческий контакт и понимать, что вот эта эмоция, которую вы дарите, это эмоция нормальная совершенно, но ее использовать нельзя. Не надо пользоваться. Вот. Вот этим отношением. Совершенно верно. А когда начинается тут же спекуляция на этом отношении, тут же вызывает, естественно, сопротивление у вас, у меня, у кого угодно. Вся моя команда, я считаю, что это мои партнеры, это не мои подчиненные. Каждый из них, он гораздо глубже и профессиональнее в каждом своем направлении. Я выступаю координатором, мотиватором, вдохновителем. Ну, то есть я объединяю все это, но я их не воспринимаю как своих подчиненных. Я не позволяю себе никакого некорректного обращения с ними. Но если вот то, о чем мы с вами говорили, это происходит, я просто делаю выводы, я просто ищу замену. Если я не диктатор, ну, не... Ну, вы правильно делаете. Нельзя терять время. И мне в этом дискомфортно. Вы теряете время. И мне в этом дискомфортно. Свою жизнь. Вы теряете свою жизнь. Совершенно верно. Не его, который виновен, а свою, собственно. Очень мало времени, очень быстро, буквально телеграфно. Вы переживали несколько, и как вся страна переживала несколько атак на банки, на компьютерную систему, вообще на министерство, ну и так далее, и тому подобное. По-моему, у нас только президент еще не переживал этого. Хотя, может быть, и он переживал. Нет, может быть, именно поэтому эти атаки называются именами такими. Да, 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 Петр, да, был у нас такой вирус. Да, мы благополучно его пережили, так, если можно сказать. Вот в этом отношении, как банковская система, ваша банковская система, которая мощнейшая, которая распространена не только же в Одесской области. В Одесской области это так, это одна 26-я часть Украины. Хотя Одесская область самая большая в Украине. Но и мы не 26-я, чтобы вы понимали. Я понятно. По всем показателями внутри нас мы не 26-я. Ну понятно, вы не 26-я, но это все равно не большая часть Украины. Да, конечно. Как вы пережили это? Мы его не пережили, потому что мы в нем не участвовали. Вы были защищены. Мы были защищены, наши системы, они лицензированы, они имеют сертификаты, которым эти вирусы не были доступны. Я в банке с 1994 года и почти каждый год мы испытываем определенные атаки. Мы видим эти атаки, то есть наши департаменты безопасности компьютерной это все отслеживают, но они нам, слава богу, не вредят. Такого не происходит. Это когда последняя атака была, нас она вообще не коснулась, потому что наши системы, этому вирусу, слава богу, подвержены не были. Наши клиенты обслуживались вне зависимости от чего бы то ни было. Поэтому, но я вам честно скажу, я, к сожалению, воспользовалась этими. Когда я ходила к другим клиентам, я говорила о том, что не нужно держать яйца в одной корзине. Если вы сегодня обслуживаетесь в другом банке, не вопрос, я не настаиваю на том, чтобы вы оттуда уходили. Но вы параллельно должны, в том числе, иметь и у нас альтернативную возможность выплатить заработную плату. Потому что сегодня половина работающего населения имеет наши карты. И просто иметь ведомость, в случае какого-либо форс-мажора зачислить и не иметь социальный взрыв, потому что не работает кто-то другой. Все это нужно делать. Поэтому мы активно работаем, то есть у нас самые высокие рейтинговые оценки по безопасности наших компьютерных систем. И самые высокие оценки именно специалистов, которые нас берегут, нас и наши средства, наших клиентов. Мы не рассказали, так я понимаю, и третий того. Даже меньше. Даже меньше. Даже пятой части. Мне очень мало показалось общение с вами. Да, много тех услуг, которые, наверное, предоставляет Приватбанк. Но Приватбанк уже, в общем-то, при всех, так сказать, 20 с каким, слишком, да, лет? Да, с 90-го. С 90-го. И вы все время в Приватбанке. С 94-го года я в Приватбанке. Так вот, Елена Яколина и есть, пожалуй, так, неким символом этого банка. Потому что 26 лет проработать в одном и том же банке. И вы же не сразу стали руководителем. Я не сразу стала руководителем. Я в банк пришла секретарем. И я работала в головном офисе в Одессе. Я 10 лет директор. Я была заместителем председателя по малому и среднему бизнесу в Днепропетровске. Но приехала в Одессу, я влюбилась в нее. А, так вы не одесситка? Не одесситка, но я очень хочу ее родить. Когда я сейчас иду на священия какие-то, когда я приезжаю, мне говорят, о, Одесса идет. Мне так приятно это. Это правда. Я вам скажу, для того, чтобы быть одесситкой, в Одессе не обязательно родиться. Нужно понравиться Одессе. Чувствовать. Я надеюсь. Нужно понравиться Одессе, и Одесса должна вас полюбить. Судя по всему, она вас полюбила, и вы ее полюбили. Это взаимная любовь, это понятно. Поэтому, когда мне говорят, что одессит или не одессит, родившийся в Одессе, это полная чепуха. Главное, это найти себя в этом городе, и этот город в себе. Это правда. Совершенно верно. Это правда. Спасибо огромное. Я хотел в заключение сказать, что вы берегли себя. Берегли себя. Финансы свои берегли. Ладно. Мы о них побеспокоимся. Вы побеспокоитесь, а я просто скажу, что я недавно получил сообщение на телефон по поводу того, что я должен сообщить свои данные в какую-то организацию, и мне будут начислять какие-то проценты. Должен сказать, что не дай бог вам это делать. По той простой причине, что это тот самый способ, по которому выясняют ваши личные данные, и которые позволяют с вами делать все, что угодно, как в банковской сфере, так и вообще везде. Да? Это правда. Совершенно верно. Никоим образом, никому, никогда, не говорите ни номер своей карты, ни CVV карты, это сзади там на карте написано, ни пин-код. Сотрудник банка никогда это не спросит, никогда по этому поводу не обратится. Вы будете взвешены в тех предложениях, в тех смсках, которые приходят вам по поводу выигрыша чего-то, увеличения чего-то. Это бесплатный сыронный день. Знакомство. Бесплатный сыронный день. В мышеловке. Приходите к нам в отделение, к нам в банк, и здесь все прекрасно, прозрачно, доступно. Мы обо всем расскажем, все покажем, все предложим. А в тех, кто хочет работать или имеет желание работать в приватбанке, Успенская? 22А. 22. Успенская, 22А. И вас будет там ждать руководитель нашего приватбанка, Одесского приватбанка отделения. Спасибо большое, спасибо вам огромное. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Спасибо.